В этом видео мы разберем четвертый и пятый способ отработки одноголосного ритма. Когда ученик уже может более или менее нормально стучать и проговаривать слоги самостоятельно, мы можем подключить четвертый способ. Это тогда, когда ученик стучит со слогами, а учитель простукивает пульсацию мелкими длительностями. Учитель может помогать, он может тоже приговаривать слоги. Если не получается, он может помочь снова взять руку ученика в свою руку и одной рукой стучать, рукой ученика ритм, другой рукой стучать пульсацию и вместе с учеником проговаривать, если не получается. Иногда не получается эпизодами, и тогда эпизодами учитель помогает и потом убирает руку, смотрит, как у ученика получается. Вот, значит, давайте посмотрим, как это происходит на примере. Ну, предположим, это рука ученика, а вот карандаш – это пульсация учителя. И вот мы, учитель начинает пульсировать, пульсацию стучать, и ученик подключается. Бом-бом-ди-ли-бом-ди-ли-ди-ли-бом-бом и так далее. Все простукиваем. И здесь может быть два варианта. В одном варианте мы сразу же рассказываем, что ты замечаешь. Пока ты играешь бом, я стучу два раза, потому что у нас в бом входят две дили, или в четверть две восьмые, потому что название длительности мы тоже даем, но ориентируемся пока на слоги. И пятый вариант. Все то же самое с пульсацией или без пульсации, все первые, вторые, третьи, четвертые способы, но все это с фонограммой.